Добрый день, уважаемые коллеги. Приглашаю вас на лекцию по теме современной тенденции качественного сервиса в туризме. Я, Семченко Ирина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры международного туризма и гостиничного бизнеса Белгородского госуниверситета. Индустрия туризма — это быстро развивающаяся отрасль, стремительно изменяющаяся направление российской экономики, в котором качество сервиса тесно связано с системой качества оказания туристических услуг, с качеством туристического продукта в целом. В свою же очередь, качество туристического продукта — это не только определенные уровни технической базы, технологии, экономики, организации, культуры, но и можно говорить о системе управленческого учета, системе правильной организации принятия управленческих решений. Исследования показывают, что для многих компаний повышение качества сервиса становится наиболее эффективным инструментом увеличения объема продаж и прибыли, чем маркетинг, продвижение либо реклама. В компаниях, где разработаны продуманные грамотные стратегии продвижения услуг и работы с клиентами — это направление, которое приносит большие доходы, чем внедрение новых продуктов или оборудования, расширение ассортимента или, собственно, внедрение каких-либо новых программ лояльности либо маркетинговых стратегий. Содержание понятия качества в индустрии туризма включает выявление потребностей клиентов, качественная система обслуживания клиента и, естественно, постоянное оказание услуги на едином уровне. Качественный сервис — это возможность конкурировать во внешней среде, это направление стабильности в развитии как предприятия, так и туристической отрасли в целом. В современных условиях фирмы уделяют особое внимание обеспечению высокого качества продукции путем разработки и осуществления системы управления. Оценка качества услуги основывается на следующих принципах. Первое — это качество продукции, которое отражает уровень качества самой продукции, либо самой конструкции, либо самой услуги, то есть все показатели, которые совмещаются вот в этом понятии продукции. Второе — это качество исполнения, отражает ту степень, в которой товары фактически удовлетворяют потребности клиента, удовлетворяют нужды клиентов и так далее. И третья концепция — это качество соответствия, то есть определяет ту степень, с которой продукция или услуга предоставляемой фирмой соответствует внутренней специфике этой фирмы, либо внутренним запросам клиентов и так далее. То есть здесь мы должны говорить о том, что существует соответствие в нескольких параметрах, в нескольких направлениях, которые должны быть объединены одним четким показателем качества соответствия. Качественный сервис — это стабильный сервис, это не постоянная гонка за клиентом с целью его поразить, может быть, удивить и так далее. А это очень сложная, достаточно амбициозная задача, которая ставится для того, чтобы удерживать планку уровня на протяжении нескольких лет в определенных точках продаж, может быть, в странах, может быть, в государствах, может быть, в городах и так далее. Такой сервис приводит к усилению бренда предприятия и готовности клиента рекомендовать то или иное предприятие, либо ту или иную услугу. В итоге качественный сервис конвертируется в финансовые выгоды для компании и, естественно, к возвращению клиента, то есть превращению клиента из потенциальных в постоянных. Естественно, здесь мы говорим о возможных дополнительных выгодах предприятия в связи с этим, о развитии компании, о развитии отрасли в целом. Мировая практика выработала определенные правила организации эффективного сервиса, соблюдение которых как раз и позволяет применять относительно конкретному туристическому продукту весь накопленный в сфере туризма, опыт, знания, ну и, естественно, профессиональные компетенции в данном направлении. Основные принципы качества обслуживания потребителей — это ориентация на удовлетворение потребностей потребителя, это ориентация на функциональный процесс, дальше ориентация системы обслуживания потребителей на предотвращение различных ошибок, сбоев, каких-то неточностей и так далее, дальше ориентация на совершенствование функционального и информационного процессов, а также на организацию документа оборота, пятое — это участие всех сотрудников любых направлений, либо любых подразделений компании, естественно, относящихся к функциональной зависимости и обеспечения качества обслуживания потребителей. Также последний принцип — это четкое распределение должностных обязанностей в рамках предприятия. Туристическая индустрия — это многоотраслевой комплекс, занимающийся воспроизводством условий для путешествия, отдыха, то есть производством туристического продукта как такового. И здесь, конечно, на каждом этапе осуществления услуги необходимо формировать вот этот полностью пакет качественных услуг или качественный сервис. Основными составляющими качества индустрии туризма и его основными сегментами выступают следующие — это индустрия транспорта, индустрия гостиничного дела, индустрия питания и развлечений. На картинке разбито на четыре направления. Здесь как раз-таки мы можем четко говорить о том, что в каждом сегменте данной сферы, индустрии мы должны говорить о постоянстве получения или оказания качественных услуг как туристам-путешественникам, так и компания должна в полной мере работать именно на удовлетворение клиента с точки зрения сервиса. В процессе предоставления клиенту услуг важно учитывать весь его опыт, возможный опыт контакта с туристической средой. При этом нельзя не забывать и про необходимость многоканального подхода к выстраиванию сервиса. Часто компании создают стандарты обслуживания только на этапе первоначальном, на этапе продажи услуги, что, конечно, привлекает многое количество клиентов, большее количество клиентов, но поддержание на всех этапах реализации туристической услуги, в принципе, сервисной услуги, поддержание качественного обслуживания, поддержание системы качества в любой сфере, в любом этапе реализации услуги должно помочь компании не только привлечь новых клиентов, но и удержать, сделать постоянных клиентов на определенном уровне, на определенном этапе. Если происходит такое, что компания нацелена только на первоначальное привлечение, то, как правило, клиенты расстраиваются и не возвращаются назад. Следовательно, потеря клиентов, естественно, потеря выручки и так далее. При организации работы с туристом на первый план выводятся его индивидуальные особенности. В связи с этим можно определить общие требования к системе обслуживания в туризме. Первое — это минимизация организационных вопросов. То есть, чем меньше турист, путешественник видит, знает о различных направлениях управления той или иной сферой, тем или иным процессом, тем более выгодно та или иная услуга смотрится в глазах туриста. Второе — оптимальность обслуживания с точки зрения соответствия всех видов услуг тому или иному уровню, либо тематики. Здесь мы можем говорить о тематике тура, экскурсии и так далее. То есть, необходимо сформировать тот пакет услуг, который для определенной категории, для определенного типа клиента необходимо в определенное время. Третье — это полное соответствие обслуживания потребностям клиента. То есть, здесь мы говорим о том, что целевая адресная направленность тура, экскурсии и так далее, заблаговременное согласование программ обслуживания, гибкость программ обслуживания, ну, либо возможность замены каких-либо услуг, либо возможность изменения подстраивания под клиентов той или иной услуги для того, чтобы четко было сформировано понятие, что компания отрабатывает на достаточно серьезном уровне. Следующее — это полная информация о программе обслуживания дополнительных услугах. Но, как правило, все туристические компании закладывают дополнительные услуги, основные услуги, которые будут оказаны в определенном туре, в определенной экскурсии, но о них необходимо оговаривать, их необходимо четко конструировать, о них должен турист, либо путешественник знать. И рациональность содержания обслуживания, то есть необходимо для клиента только то, что ему в определенный момент нужно. Не нужно выбирать, не нужно нагромождать пакеты услуг, не нужно собирать множество различных партнеров для того, чтобы оказать каким-то образом услугу. То есть необходимо минимизировать проблемы с организацией, при этом максимизировать удовлетворенность либо увлеченность туристок той или иной услугой. Здесь также важен тот самый дифференцированный подход к организации обслуживания, который предполагает учет потребительских требований различных социально-демографических групп, основанных на возрасте отдыхающих, возможно, на образовательном уровне, возможно, на социальном уровне, либо положении. То есть это могут быть, ну, например, туристы-подростки, молодежь, либо родители с детьми. То есть для каждого необходимо максимально диверсифицировать, дифференцировать услуги относительно необходимости той конкретной группы, для которого эта услуга может быть оказана. В элементах сервисной среды турпродукта можно увидеть разнообразие этапов и особенности оказания услуг. Специфика сферы туризма заключается в том, что производимый продукт полностью или частично неосязаем, а эффект сервиса оценивается потребителем в условиях определенного эмоционального состояния, то есть на какое-то время, здесь и сейчас, могут быть сформированы такие достаточно субъективные характеристики тура относительно индивидуальных особенностей клиентов. Это и возраст, и культурные традиции, и, может быть, представление о народе, о, возможно, какие-то психологические состояния в определенный момент, эмоциональное отношение к тому или иному типу, туру, виду, деятельности, экскурсии, но различных направлений, которые могут сформировать собственное индивидуальное представление об услуге. Все это делает восприятие качества турпродукта во многом субъективным, зависящим от индивидуальных особенностей, либо характеристик каждого клиента, и рынок индустрии гостеприимства в том, как раз таки и зависит от вот этой зависимости субъективно-объективных показателей относительно тех услуг, которые существуют здесь сейчас на рынке. Как правило, этот рынок очень открытый, много конкурентов существует на этом рынке. Конечно, оказывается давление на индустрию и заставляет постоянно повышать качество услуги не только клиенты как обладатели определенного типа услуги, но и дополнительные конкурентные силы, которые могут влиять на оказание услуги, тем самым привлечение клиентов в одну или другую организацию. Элементы сервисной среды представлены в презентации. Мы здесь говорим о том, что все элементы сервисной среды завязаны на четырех типах продукта. Это продукты гостиничной отрасли, продукт туристической территории, продукт туристского маршрута и продукт туристского объекта. А практически все элементы сервисной среды имеют показатели качества, показатели, формирующие качество услуги. Мы можем, например, проследить по нескольким параметрам. Первый, самый достаточно спокойный, и на примере можно показать, это местоположение транспортная доступность. То есть он есть как в типе продукта гостиничной отрасли, туристской территории, туристского маршрута. То есть на каждом этапе формирования качества услуги мы должны говорить о том, что для каждой из сфер своя определенная система оценочных шкал, оценочных характеристик. И тем самым мы говорим о том, что все элементы сервисной среды естественным образом влияют на формирование услуги, ну как таковое, естественно, формирование параметров для клиента, качества именно в определенном объекте. Туристская отрасль связана с комплексом различных видов экономической деятельности в государстве. За последние десятилетия туризм стал, наверное, одной из быстро развивающихся отраслей экономики. Но нам известная пандемия оказала достаточно губительное воздействие на туристскую отрасль. Но в российской действительности государство помогло, колоссально помогло многим туристским предприятиям выйти на определенный уровень развития, наверное, остаться на плаву в большей степени, для того, чтобы в дальнейшем получить толчок в развитии. И в то же время практически вся туристическая сфера переориентировалась на внутренний рынок, на внутренний туризм. Если мы говорим про, например, региональные наши белгородские туристические компании, очень многие ушли во внутренний туризм, начали развивать собственные маршруты, начали развивать собственные экскурсии по регионам Белгородской области, по регионам страны, по областям различным. Тем самым они помогли и самостоятельно выйти на внутренних туристов, и тем самым попытаться остаться на плаву, не выходя на международный уровень. В настоящее время в ходе множества исследований практически все эксперты сходятся в том, что внутренний рынок развивается более уверенными темпами, чем международный. Но, опять же, это связано, конечно, с кризисными ситуациями, которые связаны с пандемией коронавируса. И мы, естественно, понимаем, что на внутреннем рынке пока сейчас более-менее стабильный уровень развития, и компании, конечно же, работают именно здесь. И, как показал опрос, большинство туристов, которые путешествовали в принципе, они в 2020 году никогда не путешествовали столько по собственной стране, чем когда бы то ни было. Огромное количество людей поехали именно во внутреннем туризме путешествовать, узнавать страну, интересоваться различными маршрутами. И при этом они практически все из исследований говорят о том, что практически больше 70% опрошенных говорят о том, что они готовы путешествовать и дальше, готовы узнавать интересные места при условии формирования четких показателей качества оказания услуг, четкого формирования полного пакета всех услуг, начиная от логистики, заканчивая системами обслуживания, системами питания и так далее. Мы здесь должны в большей степени ориентироваться именно на то, что необходимо сейчас и здесь не просто развивать, а совершенствовать, наверное, в большей степени совершенствовать именно услуги в показателях качества любой направленности туристской сферы. С 2021 года на внутреннем рынке мы можем видеть новых русских туристов, в кавычках новых русских туристов, которые раньше отдыхали, как правило, в каких-либо люксовых направлениях. Такие туристы формируют сейчас запрос на новые формы оказания услуг, естественно, подвигая всю туристскую сферу именно для того, чтобы развиваться в различных направлениях, не стоять на месте. Как правило, данные туристы готовы оплатить определенные виды деятельности на уровне качества оказания услуги, но при этом они же и формируют это предложение, они дают возможность рынку четко регулировать по системе спроса и предложения. Они заказывают, рынок предлагает. Следовательно, многие предприятия, опять же, из примеров, уже существующих примеров, можно сказать, что логистическая сфера подстраивается под данных типов туристов. Например, трансфер формируется из автомобилей премиум-класса. Естественно, подготовка под туристов идет. Есть и следующее, другое чуть-чуть направление, опять же, мы чуть-чуть проговорим про люксовое направление. Есть клиенты, которые готовы платить за более дорогостоящие размещения, за, может быть, более интересный дизайн в помещениях, но уменьшая собственный срок отдыха. То есть мы здесь имеем два параметра. С одной стороны, люди ориентированы на более высокие показатели в качестве обслуживания, но сокращается срок. Для туристской отрасли это и то, и другое направление, это подвижение к развитию, это двигатель для того, чтобы компании развивались именно в этих направлениях. То есть туристы формируют те самые задачи, которые необходимо будет развивать в любых направлениях. Особое место в развитии качественного сервиса играет цифровизация. Об этом многие ученые-эксперты говорят. Ну и, собственно, мы это тоже затронем в данной лекции. Именно в период пандемии данное направление начало развиваться как никогда. Именно в период пандемии цифровизация дала возможность правильно работать в туристской сфере. Ну, например, самый элементарный пример, когда раньше мы совершенно спокойно могли посмотреть отель по фотографиям, мы совершенно спокойно могли увидеть, какие возможны услуги и так далее. Сейчас клиенту требуется не только посмотреть, но, возможно, еще с ориентацией навигации, возможно, с видеосвязью, возможно, с различными типами цифровизации, для того, чтобы точно клиент был уверен в покупке той или иной услуги. Для компаний туристской сферы это, конечно, более выигрышный материал. Мы сформируем предложение таким образом, чтобы клиент понимал полностью все, что происходит у компании. Будь то гостиница, будь то ресторан, будь то любая сфера деятельности, по которой мы можем четко говорить. Именно здесь цифровизация сыграла достаточно интересное направление, которое дает возможность и дальше развиваться. С 2021 года у нас существует... Я не буду про многих говорить, существует два достаточно серьезных таких направления, где туризм начинает развиваться. Это стейкэйшен, это короткие путешествия на небольшие расстояния, то есть внутри региона, внутри, может быть, области, района, который позволяет сменить обстановку, то есть отдохнуть людям в определенное время, не выезжая далеко. И второй воркэшен, это совмещение работы с отпуском. Конечно, в период пандемии, именно когда были закрыты границы, это направление прям взорвало практически весь туристический бизнес. Естественно, подстраиваться под данных клиентов было необходимо. С одной стороны, именно вот в данном направлении практически все системы информатизации должны работать в полном объеме, то есть клиент должен понимать, что уехав он в глубинку, либо наоборот, в какой-то курорт премиум класса, он в любом случае должен получить тот спектр услуг, которые ему необходимы для работы. При этом при всем это должно быть очень удобно. Это не должно быть с дополнительными услугами, это не должно быть с дополнительными проблемами. Это должно быть максимально выгодно и удобно для клиента, но в рамках, собственно, отдыха в туристской сфере. К ключевым трендам развития туристской отрасли в текущих условиях все-таки относятся цифровизация и развитие на внутренний туризм. Составить тур — это одно дело, и мы со студентами это делаем, но по каждому элементу тура составить услуги, которые необходимы для каждого клиента в тот или иной момент, это более сложная задача, а наполнить их качеством — это еще более сложная задача, которая как раз-таки должна решаться на уровне, может быть, партнерства многих организаций, может быть, ориентации даже на государственный сектор развития. То есть мы здесь, опять же, ориентируемся на то, что практически все компании, в принципе, туристской отрасли должны взаимодействовать на четких параметрах качества оказания услуги. Следующее. Современные факторы совершенствования качества сервиса в туристической услуге. Первое — это сочетание разнообразных видов досуга. Мы можем здесь говорить не только о сегментации на каждый тип досуга относительно клиента. Сейчас происходит динамика деления сегментов туристов на более мелкие. Например, раньше мы всегда делили дети. Это была достаточно такая большая категория, которая можно было, в общем, варьировать по возрастам как-то и так далее. Сейчас дети делятся четко по возрастам. Год — три, три, пять, ну и так далее. То есть под каждый сегмент необходимо формировать различные виды досуга относительно, опять же, качественного подхода. Здесь мы можем говорить и о стандартизации услуг, и о возможных сертификационных механизмах и так далее. Но опять же, под каждую целевую аудиторию мы должны формировать те виды услуг по досуговым развлечениям, впечатлениям и так далее, чтобы было понятно именно для них, что это делается. Второе — это упрощение туристических формальностей. Это может повлиять не только на экономику региона, но и на развитие торговых и других отношений. Такой подход используется в Турции и использовался еще, в общем, давно, в Турции, Израиле и других странах, которые дают возможность более облегченного варианта выдачи виз. Как раз-таки здесь происходит такое вот именно партнерство различных компаний международного формата, внутристрановых и так далее. Конечно, в Российской Федерации данное направление тоже есть и, собственно, может совершенно спокойно развиваться, интегрируясь в международный туризм. Третье — это развитие приграничных территорий. Примером может служить границы Финляндии и Ленинградской области. Как раз-таки здесь поставщиками услуг приграничных, приграничного туристического кластера выступают гостиницы, различные торговые организации, различные туристические фирмы с огромным количеством экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов-проводников и так далее, и так далее, которые работают вот именно здесь и сейчас. Специфика их деятельности выступает проектирование сервиса таким образом, чтобы создать максимально комфортные условия для туристов приграничных территорий. Конечно, здесь тоже бывают множество проблем и так далее, но приграничные туристические кластеры имеют такую достаточно серьезную спецификацию по видам обслуживания клиентов, по формированию торговых отношений, ну и в общем, в принципе, по формированию туристских направлений развития и так далее. Конечно, мы здесь таким ключевым вопросом, который ставится, в принципе, в туристской сфере именно этого направления, это решение в области функционирования контрольно-пропускных пунктов. Вот когда регулирование проходит с одной и с другой стороны у обоих государств, тогда достаточно спокойно это развитие может быть совершенно в таком новом формате развития, в инновационных вещах и так далее. Ну и достаточно много туристов, конечно, в этом направлении будут двигаться и в ту, и в другую сторону, тем самым развивая тот самый международный туризм. Следующее — это организация питания и досуга. В организации питания и досуга особое место должно занимать, должна занимать стандартизация. Это мнение и экспертов, и, собственно, мое. Я считаю, что многие параметры менеджмента качества из системы именно стандартизации в области питания может быть внедрены для того, чтобы была правильная организация данного направления, более четкая, более логичная. И внедрение новых форм стандартов обслуживания клиентов тоже должно, конечно, постоянно развиваться, постоянно видоизменяться, ориентироваться как на международный, так и на внутренний рынок и формировать, собственно, свои предложения относительно данного контекста. Здесь же можно сказать о том, что логистика недостаточно развита в том плане, что логистическое обслуживание сферы питания российской индустрии еще находится в неразвитом состоянии. Чем быстрее произойдет именно логистическое формирование, логистический подход в системе обслуживания, гостиничной индустрии. Не говорим здесь про клиента как такового. Тем самым произойдет совершенствование, может быть, ответа от гостиничной отрасли для клиенту, который, естественно, запрашивает относительно опыта, опыта туристической деятельности в других странах, по другим направлениям. Естественно, запрос этот есть и у российских туристов относительно, собственно, российского внутреннего туризма. Как только логистика будет сформирована под запросы гостиничной отрасли, произойдут коренные изменения как в стимулировании продвижения предприятий на внешний рынок, так и, собственно, в системе обслуживания клиентов. Второе направление — это досуг. С точки зрения досуговой деятельности здесь мы видим единственно правильный выход — это формирование профессиональных сотрудников на основе профессионального получения знаний, компетенций именно для туристской отрасли. организация правильного обучения, студенческого актива, в принципе, студентов, для того, чтобы именно профессионалы приходили в отрасль, работали, зарабатывали, но, естественно, развивая эту отрасль уже изнутри. И самый всеобъемлющий критерий — это цифровизация, про которую мы чуть-чуть уже затронули. Здесь мы говорим о том, что налаживание клиентов с целевой аудиторией, налаживание контакта с целевой аудиторией, продвижение услуг на рынке, формирование собственной клиентской базы и так далее — здесь как раз-таки необходимо с точки зрения информационного подхода. Здесь этот критерий является на самом деле достаточно всепоглощающим, так как необходимость обладать информацией у клиентов в настоящее время — это достаточно такой сложный параметр, но он является основным. Если клиент не уверен в той информации, которую он получает, либо недостаточной информации, то, следовательно, клиент уйдет. Если информация сформирована в полном объеме, по всему спектру услуги, мы получим этого клиента в полном объеме, естественно, имея его запросы, мы получим обратную связь, и здесь как раз-таки вот это партнерство сойдется клиента, турсферы, туротрасли и так далее, и здесь произойдет восприятие вот этих параметров цифровизации относительно как клиента, так и относительно внутриотраслевых механизмов регулирования той или иной структуры. Внедрение новых услуг и форм обслуживания способствует и занятости населения, и удовлетворению потребностей людей в определенной сфере деятельности. Следовательно, на современном этапе социально-экономического развития России и мира именно цифровизация занимает достаточно серьезное и важное место в развитии туристской сферы, гостиничной индустрии и, в общем, всех абсолютно параметров, которые могут каким-либо образом усиливаться в связи с развитием данных отраслей. Таким образом, качество туристской деятельности можно определить как степень ее соответствия общепризнанным требованиям и стандартам. О качестве туристической деятельности судят в первую очередь по качеству туристической услуги, которые определяются классификацией и стандартизацией. То есть мы имеем четкие регламентированные параметры, по которым можно иметь как таковую систему аудита, систему оценки знаний и так далее. Стандартизация, с одной стороны, открывает возможности для выхода на новые уровни на туристском рынке, а с другой, исключает возможность попадания на рынок недобросовестных представителей туристской индустрии. В своей практической деятельности туристическое предприятие должно руководствоваться комплексом нормативных документов, которые обеспечивают безопасность туристов, чтобы максимально, естественно, обеспечить качество услуги. Стандартизация туристических услуг определяет способы оценки деятельности и позволяет гарантировать клиенту уверенность в качественном сервисе по многим направлениям деятельности предприятия. Высокое качество становится главным конкурентным преимуществом. Быть конкурентоспособным не означает предоставлять услуги только люкс-класса. Быть конкурентом — это значит удерживать уровень качества для абсолютно всех слоев населения. Но этот уровень качества должен быть постоянным. Постоянное непрерывное улучшение качества становится на сегодняшний день стратегической задачей всей туристической отрасли. Особое место в данном контексте можно уделить сервисному аудиту. Это достаточно новое направление, которое дает представление о исследованиях сервисных услуг, которые принимаются экспертами и выполняются при следующих работах. Это разработка стандартов и систем добровольной сертификации, определение соответствия нормативным требованиям различного характера и уровня, определение готовности к приему и обслуживанию клиентов, аудит как инструмент аналитической работы — это добровольная независимая проверка условий и процессов деятельности объекта исследования сторонними специалистами и экспертами. Цель аудита — это выявление узких мест, но на этапе не введения уже готовой услуги либо разработанной услуги, а на этапе еще формирования этих услуг. То есть мы конкретно будем знать, какие услуги когда-то будут сформированы. И для того, чтобы внедрить, как раз таки вот этот сервисный аудит в настоящее время начинает применяться. Для того, чтобы потом не наделать ошибок. Для того, чтобы потом, после внедрения, не получить эффект неудовлетворенности клиентов. Чтобы не получить эффект ошибок, неточности формирования узких мест вот именно по критериям уже готовой услуги. Да, по критериям уже оказания той услуги, которая существует, либо которая, собственно, уже проводится. Аудит выступает контролирующим механизмом, который находится на заключительном этапе формирования услуги. Но для того, чтобы что было конкретно анализировать и исследовать, необходимо четко сформировать абсолютно все этапы оказания услуги. Абсолютно не этапы, а в большей степени саму услугу со всех позиций. И поэтому четко понимать, с какой стороны та или иная услуга будет сформирована на основе целей и задач компании, на основе тех клиентов, которым будет оказана та или иная услуга и так далее. Поэтому качественный подход в аудите разрабатывается по следующим направлениям. Это разработка комплекса сервисных стандартов по стадиям жизненного цикла продукта и разработка методики и инструментария анализа. Итак, в туристской сфере покупатель приобретает услуги, которые носят функциональный характер и не имеет материального выражения. Все, что получает покупатель, это обслуживание и впечатление. Причем покупатель заинтересован в получении впечатления высокого качества, которые соответствовали бы его моральным интересам, моральным установкам. Для того, чтобы в туризме сервис качественным был, необходимо соблюдать следующие правила. Первое. Это персонал на всех этапах формирования услуги должен быть профессиональный. Второе. Потребитель не должен испытывать чувство неудобства, не учитывая каких-то проблем, возможно, таких экстремальных, наверное. А так все должно быть организационно правильно сформировано. Следующие услуги должны соответствовать стандартам различного уровня, региональным, стандартам предприятия, стандартам международного класса и так далее. И последнее. Современные тенденции в развитии отрасли должны внедряться и соответствовать запросам клиентов. На этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует...